Несколько лет жители Алмазной столицы ждали высокоскоростного интернета. Теперь проблема решена. Мирный официально подключен к волоконно-оптическому каналу связи. Также в городе запущена сеть сотовой связи четвертого поколения. На торжественной церемонии запуска побывал и мой коллега Роман Муконин. Подключение к скоростному интернету теперь ждут другие населенные пункты. Так, в Ленск, Чернышевский и Передуй оптоволокно придет в ноябре. С Айхалом и Удачным все сложнее. Туда необходимо прокладывать отдельную линию стоимостью в полмиллиарда рублей. Поэтому власти прорабатывают разные проекты. Запуск новых космических спутников связи позволил значительно, если быть точным, в 11 раз увеличить объем тех спутниковых каналов, которые сегодня используются в республике Сахарикус. Второе. Активная программа по строительству волоконно-оптических линий связи позволяет подключить крупные населенные пункты, по крайней мере, то, что находится здесь до Полярного круга. И вот тот этап, который мы, итоги которого мы подводим сегодня, подключением города Мирный, это тоже важный и значимый этап. Впереди и движение по наземной магистрали в сторону Магадана и целый ряд других направлений. По ним есть ясность и понимание, как они будут развиваться. Но очевидно, что с точки зрения северных территорий это все равно будет спутниковая связь. Пока стабильный скоростной интернет в Мирном не дешевый. Ростелеком уже обновил тарифную линейку. Цены на безлимит от 2000 в месяц. У сотовых операторов дешевле. Тот же МТС за доступ к сети 4G берет 600 рублей. В правительстве уверены, что цены скоро снизятся. В идеале, конечно же, мы выступаем за конкуренцию между операторами. Мы это прекрасно видели на примере Якутска, когда сначала это был один оператор, потом их стало уже несколько. То же самое происходит во всех других регионах Российской Федерации. Поэтому вот эти два фактора, они будут влиять на цену. У нас государство, к счастью, никак не регулирует цены на связь. Это делает непосредственно сам рынок. И это самый эффективный способ развития. МТС подготовился к этой серьезной работе основательно. Возможности нового оборудования нацелены на перспективу, когда в стране начнут переходить на следующий формат интернет-связи. Стандартизируется сейчас стандарт 5G. Соответственно, как он будет стандартизирован, будет уже разработано оборудование соответствующее. Естественно, если будет такая потребность рынка, то мы будем внедрять и новое поколение связи. Пока система 4G работает в тестовом режиме, из-за чего наблюдаются проблемы в дозвоне абонентов. Но в МТС обещают, что скоро эти побочные эффекты будут устранены. И приятному общению уже ничто не сможет помешать.